И еще раз всем доброе утро. С утра пораньше мы решили поднять такую тему, испортит ли вас миллион. Но это сказать сложно, это пишите вы в своих смс-сообщениях. Для начала этот миллион нужно заработать, затем еще и придумать, на что его потратить. Вот как это сделать, могут знать только настоящие экономисты. И сегодня у нас в гостях директор департамента экономики и доцент высшей школы экономики и менеджмента УРФУ Константин Юрченко. Константин Павлович, доброе утро. Доброе утро. Ну расскажите честно, вы своих студентов на кафедре учите, как заработать миллион? Нет. Нет? Нет, безусловно нет. Во-первых, здесь нет каких-то рецептов. А во-вторых, ну любой, кто говорит, завлекает студентов тем, что будет учить их, как заработать миллион, это заведомо шарлатан. Ничего себе, ну вы учите менеджменту, я так правильно понимаю? Экономике. Экономике. Экономика на что нацелена? Не на зарабатывание денег? На зарабатывание. Таким образом, а, может быть вы учите не как заработать миллион, а как заработать миллиард? Нет, мы просто пытаемся объяснить студентам, в каких условиях существует экономика и какие возможности она им предоставляет. А уже зарабатывать деньги им приходится потом самим. А, то есть получается, чтобы они могли анализировать ситуацию, которая складывается вокруг них, да, и могли делать какие-то выводы и, соответственно, прилагать усилия или не прилагать. Да, безусловно. Чем больше человек знает о своих возможностях, тем сложнее ему живется в этом мире, но тем больше у него шансов к успеху. Тогда давайте о сокровенных знаниях поговорим. Вот сейчас все слухи, ну, они уже года два, правда, ходят, что вот-вот снова случится кризис. Как к нему подготовиться и надо ли? Ну, предупрежден, значит вооружен. В принципе, кризис, который начался в 2008 году, он по большому счету ведь и не заканчивался. И очередной виток кризиса, который безусловно случится в недалекой перспективе, он будет не такой мощный, как это было в конце 2008 года. Поэтому я думаю, что выживут все. Выживут все. Нам повезет чуть больше, чем динозавром, это хорошо. Знаете, а вот такой может быть вопрос не совсем по вашей тематике, тем не менее, у вас должен быть свой собственный опыт. Кому проще стать богатым человеком, миллионером, мужчине или женщине? Ну, экономика, она женщина достаточно циничная, и разделение по полам, она не приемлет. То есть, и в мировой практике мы видим как успешных женщин, так и успешных мужчин. Точно так же, как мы видим неудачников любого пола. Хорошо, тогда какая черта характера должна быть, чтобы человек был настроен на зарабатывание денег, больших денег, в принципе? Целеустремленность, то есть готовность идти к выбранной цели, к назначенной цели, готовность не отдыхать так часто и так много, как отдыхают соседи. В принципе, этого уже достаточно. Если не иметь цели, денег не будет? Нет, не будет. Ну, мне кажется, так во всем, даже не только в зарабатывании денег. В принципе, если у тебя нет цели стать телеведущим на ОТВ, тоже не станешь ведь им. Ну, с другой стороны, мне всегда казалось, что жизненные цели должны какие-то иные ставиться, они не материальные, а материальное оно приложится, учили нас в советской школе. Спасибо большое, ну вот вы как думаете? Это, наверное, красиво звучит, но тем не менее. Все эти поговорки наподобие там «с милым рай в шалаше», наверное, несправедливы, но на первые два дня и пока тепло. А потом все-таки материально. Многие экономисты всегда говорили о том, что сначала надо решить материальные проблемы, потом мы будем заниматься всем остальным. Ну, а вы-то как считаете, портят ли деньги человека? Нет, еще никого не испортили. Скажите, есть какой-то, ну не то чтобы универсальный рецепт, естественно, универсальных нет, но тем не менее, чтобы сделать свой капитал, с чего минимально нужно начать? Нужно начать работать, нужно получить нормальное образование и работать. Причем образование нормальное может быть любым, ведь если человеку что-то дано от природы, и он это подкрепил дипломом, неважно в какой профессии, он практически неизбежно станет успешным. И немножко-немножко усердия. То есть не отдыхать 10 дней в январе, не отдыхать 10 дней в мае, и все приложится. А удача присутствует в вашей теории? Да, безусловно. Ну, не моя теория, конечно. Даже самые великие экономисты, самые успешные экономисты, например, Джордж Сорос, всегда говорят о том, что да, все здорово, можно быть умным, можно быть кем угодно, но удача и везение прежде всего. А потом мне бабушка оставила наследство. Спасибо большое. Константин Юрченко, директор департамента экономики и доцент высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета, был у нас в гостях. Ну, мы продолжим, сейчас посмотрим короткую рекламу.